Ладно, не суть, но надеюсь хоть раз у меня получилось произнести правильно. Кстати, на русском это звучит как-то так. Под броней. Под броней. Под броней. Под броней. Под броней, угу. Так вот, сказать вам честно, до создания данного ролика я не являлся пользователем продукции данного бренда, но наслышан был о нем я весьма приятно, мол делают они очень круто и качественно. Я бы мог, конечно, поверить на слово, но все же решил проверить так ли оно на самом деле. Поэтому, долго не думая, я решил заказать себе кроссовочки от этого бренда, а именно их самую, как по мне, интересную модель под названием Hover Phantom. Стоимость данной пары на сайте производителя составляет 140 баксов, а на той же ламоде она примерно долларов 200, ну а со скидочкой где-то 190. Мне же эту пару притораканили с Польши, там она стоила 600 злотых, это примерно 150 долларов. Так вот, в принципе, если брать за 140-150 долларов, то вполне себе цена адекватная. Ну а за 200 можно в принципе, но если они реально годные. Так вот, как раз таки с этим мы сейчас и попробуем разобраться. С первого взгляда претензий у меня никаких не имеется. Аккуратные, качественные кроссы. По своему предназначению, они якобы беговые, но и для повседневной носки, я уверен, тоже сгодятся. Под капотом у нас промежуточная подошва с технологией Hover, которая по своему принципу работает как буст от Adidas. Она отлично поглощает удары и возвращает энергию обратно. И если честно, то да, эта подошва по ощущениям мне реально напомнила буст. В общем, на удивление, она очень приятная и мягкая. Вверх у нас, как вы можете заметить, носочный. Сделан он по технологии Energy Web. По заявлениям производителя, кроссы отлично вентилируются, быстро сохнут и окутывают ваши ноги, словно вы в перьевых подушках. На самом деле, в принципе, так оно и есть. А если учитывать то, что кроссы весят всего-то 300 грамм, то реально понимаешь, что это отличная альтернатива даже тем же ультрабустам от Adidas. Единственное, что хотелось бы отметить, так это то, что если бегать в коротких носках, ну или вообще без них, то вязанный воротник в районе щиколотки с легкостью натрет вам мозоли. Но это проблема решаемая. Также в них не слишком хорошо фиксируется пятка. В моем случае она слишком чувствует себя свободно, но это я так, высосал из пальца, можно сказать. Во всем остальном, кроссы меня порадовали. Технологичные, удобные, практичные. Провоняли, закинул в стиралку, за полчаса вызохли, погнал дальше. Если брать за 140 баксов или по скидке, отличный вариант как для пробежек, так и повседневной ходьбы. Так что, если вдруг надумаете приобрести себе, я думаю, жалеть вы не будете точно. Окей, допустим, с продукцией мы кое-как ознакомились. Теперь давайте немного узнаем информации о самом бренде. Кто основал, когда основал и каким был их путь к успеху. Но перед этим давайте сделаем небольшую рекламную паузу, чтобы дух немного перевести, так сказать. Ну привикены-манекены, ента-чума, ента-луи-вагон, как народ-то нынче одевается. Погнали. Китя, подожди. Луи Витон. Луи Витон. Луи Витон. Зара. 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 Зачин Дема. Пишешь. Першка. Дольче Кабана. Гучи. Армания. Гучи. Где название, там стряпичный крючек. Страдивариус. Он самый. Тридцать. Две тысячи. Двести рублей. Девятьсот девяносто. Четыреста евро. Ну где-то семьдесят. Около ста тысяч рублей. Ребята, окститесь. Не права, славненько. Носи, что тебе нравится, но не забивай на то, во что ты одет. Всем чума вечеринка. Это же просто худи, да еще и тонкий. Просто же ванши написано. Да-да, если вы еще не подписаны на канал Луи Вагон, то в описании я оставлю на него ссылочку. Этот канал про фэшн, моду, исконно русский стрит стайл, про бренды и немного про тех, у кого деньги нынче водятся. Подписывайтесь, не пожалеете. Ну а мы, пожалуй, продолжим. Ну а герой сегодняшнего выпуска 23-летний Кевин Планк. Именно столько ему было лет, когда в девяносто шестом году он решил создать свой бренд высокотехнологичной одежды. Эта идея появилась у него отнюдь неспроста. Во-первых, он был капитаном футбольной команды. Во-вторых, по его собственному заявлению, он был самым потным игроком на поле. Но не в плане типа крутым игроком, а реально потным. А поскольку тогда все играли в обычных хлопковых футболках, которые быстро намокали и доставляли ребятам массу неудобств, Планк решил во что бы то ни стало исправить эту ситуацию и создать по-настоящему комфортную одежду для занятия любыми видами спорта. Поэтому, долго не думая, он закрывается в бабушкином подвале и начинает работать. Вот даже фотка есть того самого подвала и по совместительству его первого офиса. Эх, нам бы такие подвалы. И да, кстати, а вы знали, что такие компании, как GoPro и Apple, тоже брали свое начало с обычных подвалов? А Google и Disney основались в обычном гараже. Так что можете и дальше продолжать не ныть о том, что у вас нет условий, времени и возможностей. Вон, ребята, в подвалах и гаражах сидели с одной лишь идеей и ничего. Как видите, что-то у них да получилось. Так что, кабаны, не ищите оправданий, а ищите возможности. Все начинается с мечты, все начинается с малого. Но давайте вернемся к Under Armour. Кстати, это название появилось не сразу, ибо сначала бренд назывался просто «Hurt» — «Сердце». Достаточно романтично, не так ли? Но так как компания с таким именем уже существовала, Кевину пришлось придумать что-то новое. И он придумал — Body Armor. Но со временем, посоветовавшись с друзьями и родными, он все-таки пришел к варианту Under Armour. С этого момента, собственно, все и началось. И для того, чтобы отшить свои первые футболки, естественно, нужны какие-никакие, а деньги. И Кевин их не пошел просить у мамок и папок, а вместе с друзьями продавал розы на День Святого Валентина. Именно так он и заработал свой первый капитал, за который и отшил партию футболок. Да, кабаны, чел просто продавал розы и все деньги вкладывал в свою идею. И во что это вылилось? А в то, что футболки и правда получились достаточно годными. И с первой партии Кевин уже смог заработать 17 тысяч долларов. Ну а дальше только больше. Его одежда в фильмах, на знаменитых спортсменах, Under Armour — знают все. Ну а Кевин, в свою очередь, с торговлей розами переместился в список Forbes. И его состояние на данный момент оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Вот вам и Under Armour. Вот вам и хороший пример из жизни реального человека. Такие бренды я люблю. А когда они еще и продукции не подводят, люблю вдвойне. Единственный минус, который я для нас вижу, это порой не самые доступные цены. Ибо те же кроссы за 200 баксов может позволить себе далеко не каждый. Но даже это никак не является виной Under Armour. Всему виной, наверное, то место, в котором мы с вами живем, и с этим ничего не поделать. Так-то цены на Under Armour для тех же американцев, либо европейцев вполне себе доступные. Ну вот, смотрите сами. На американской версии сайта футболку Under Armour можно купить всего-то за 20-30 баксов. И взамен получить высокое качество и технологичность. У нас же за эти деньги мы купим футболку только в масс-маркете. Сами понимаете, какого качества. Поэтому единственный выход у нас, это покупать хорошие вещи, но делать это по скидкам. И раз уж об этом пошел разговор, то я напомню вам, что я создал группу ВВК и канал в Телеграме под названием MPSale. Суть данного проекта проста как три копейки. Моя команда специально для вас постит там все самые свежие скидочные предложения на кроссы и шмотки со всех популярных онлайн-магазинов. То есть вы просто подписываетесь и в одном месте следите за всеми скидками. Если вас что-то вдруг заинтересует, вы покупаете. Таким образом экономите и время, и деньги. Так что, ребятки, я жду вас всех там. Будем, так сказать, закупаться хорошими шмотками недорого. Ссылочки я оставлю в описании. Так что, если заметите Under Armour на хорошие скидки, цепляйте, даже не задумываясь. Ибо это крутой бренд с крутой историей и крутыми технологичными вещами. В общем, лично я одобряю. Ну а вы, в свою очередь, пишите в комментах, что думаете сами по этому поводу. Носили, не носили, довольны, недовольны. Я думаю, всем будет интересно узнать не только мое мнение, но и ваше. Также предлагайте в комментах, о каких брендах вам рассказать в следующих роликах. На этом все. Жду вас также в своем инстаграме и группе в ВК, в которой вы можете скидывать свои луки на оценку, делиться покупками и просто получать удовольствие. Всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok